Мама, ей больше вам не надо. Мама, только не грусти, тебе меня за всё. Мамочка, прости. Она и хранительница семейного очага, и неутомимая труженица. У неё самое доброе, отзывчивое сердце и самые надёжные и заботливые руки. Она качала нас в колыбели, а сегодня направляет добрым советом. Наверняка перед каждым из нас, когда мы слышим слово «мама», предстаёт самый светлый и чистый образ. Этим прекрасным женщинам, сидящим в зале, посчастливилось испытать радость материнства не раз. Искренние слова уважения хрупким дамам за их почётный и нелёгкий труд на торжестве, устроенного в честь Дня Матери, адресовал глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Отседущее поздравляю вас праздником. Выражаю вам и вашим лицам, всем матерям Карачаева-Черкесии, слова глубокой благодарности, признательности за любовь, доброту, материнский труд и достойное воспитание детей. Абсолютно уверенно могу сказать, что благодаря нашим женщинам, матерям, у нас в республике растут красивые, умные и воспитанные дети. Далее глава республики вручил 27 многодетным матерям, присутствовавшим на этом торжестве, почётные знаки «Материнская слава». В письме награждённых были настоящие матери-героини, которые воспитали не только своих, но и приёмных детей. Адобееву Исухру Юнусовну, мать девятерых детей. Хочу поблагодарить за вручение награды «Материнской славы». Всем большое спасибо, кто участвовал в этой организации, за концерт, за поздравления. Мы очень рады, что нас уважают, помнят о нас. Спасибо всем большое. Этих женщины по праву могут гордиться собой, ведь они выносят на своих плечах большой груз ответственности. Впрочем, хрупкие дамы в нашем современном мире успевают не только родить и воспитать детей, но и реализовать себя ещё на профессиональном поприще, сделать карьеру и продолжить трудовые династии. Старшие дети, мальчики, они учатся, уже молодые ребята, юноши, в ординатуре Ставропольского государственного медицинского университета. Младшая дочка учится в Московском государственном стоматологическом университете имени Евдокимова. Вы тоже врач, да? Нет, я педагог. Педагог. Да, я продолжила дело своих родителей. У нас целая плеяда педагогов. Я среди них 35-я. Да, целая династия и со стороны матери, и со стороны отца. А дети пошли по стопам отца. А папа что? Папа медик. Он работает старшим зубным техником в стоматологической поликлинике города Ущегута. В Республиканском перинатальном центре женщины, ставшие матерями, принимают поздравления практически ежедневно от своих родственников. Ну а в преддверии Дня матери в актовом зале медучреждения сотрудники управления ЗАГС по городу Черкесску организовали торжественное мероприятие. Под аплодисменты работников перинатального центра приветственные адреса и свидетельства о рождении малышей были вручены 10 мамочкам. Правда, документов оказалось 11, так как у одной из виновниц стажиста родилась двойня – мальчик и девочка. Дорогой малыш, это письмо вручили твоим родителям, но предназначено оно тебе. В этот миг нежные звуки твоего имени тихим эхом отозвались в седых вершинах гор Кавказа. Твоё имя повторили воды могучей Кубани и тихо опустились на первый в твоей жизни документ – свидетельство о рождении. Всем на свете показав, что теперь есть такой человек. А вот воспитанники реабилитационного центра «Надежда» провели этот праздник весело и по-спортивному. Вместе со своими мамами они участвовали в состязаниях. Напомним, что в центр попадают детки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И, к сожалению, зачастую они обделены вниманием своих родителей. Впрочем, в этот день на лицах ребятишек были только улыбки. Организаторы постарались, чтобы малыши и те, кто постарше, ощутили всю полноту праздника. Какими бы ни были чуткими и отзывчивыми сотрудники реабилитационного центра по отношению к этим детишкам, но всё же они не в состоянии заменить им настоящих родителей. И такие встречи, безусловно, очень ценны для малышей. Для них это действительно большой праздник под названием «День матери». И как жаль, что он отмечается лишь один день в году. А Тима Куршева, Миха Каракелян, Руслан Альботов. Итоги недели.